всем привет друзья с вами снова александр и как и обещал сегодня я хочу вам рассказать о кресле да и че ферс иван из за фикс которая комплектуется базы из за фикс кстати это кресло можно ставить и ремнем и на изофикс базу то бишь без базы можно поставить вот поэтому то что здесь появилась база это пошло и на руку потому что настало у нее уровень безопасности увеличился вот и соответственно этому креслу ребенка доверять можно смело даже не задумываясь имеется европейская сертификация 4404 обязательные краш тесты пройдены вот и это кресло можно смело отнести к премиальному сегменту потому что вот материалы технологии технологии по безопасности по комфорту само качество изготовления вот такое мы получаем в немцах ну уже ближе к 50 тысячам рублей если так уже вникнуть посмотреть на вот эту строчку все это качество кстати давайте вам сейчас покажу вот вот эта ткань все вот это вот поближе вот собственно можете оценить качество изготовления про строчку как здесь все пошито как сделано пластик здесь используется тоже самый-самый хороший вот собственно вкладыши ткани очень очень тактильно приятные смотрите как все четко все ровненько все красиво и тактильная но это естественно по видео не передать но тактильно она очень очень круто ощущается и вот собственно убираем вкладыш смотрите сколько места вот вкладыш для маленького ребенка вот вкладыш для большого ой пардон для большого говорю для маленького нижняя часть вкладыша ведь он специальной формы чтобы поясничку выравнивать что ребенок более лежачее положение принимал ну собственно по материалу по изготовлению качества здесь все просто шикарно сделано вот собственно по тканям действительно все супер круто качество прям на высоте поэтому она является премиальным как я уже сказал вот этот вкладыш у нас для новорожденного ребенка как ребенок подрос мы его просто отсюда вынимаем и вот я сейчас уберу чтобы вам было видно само кресло маленький вкладыш для ребенка тоже для головы ребенка тоже вынимается ну просто сейчас не буду его снимать вот и у вас получается много много места для ребенка давайте перейдем собственно к установке на базу изофикс здесь чтобы установить на базу изофикс против хода движения нужно предварительно вот здесь есть красная кнопочка и и нажимаем секунду опускаем кресло в положение горизонтальное здесь вот на базе есть циферки 123 в красной зоне это по ходу движения и четверочка в синей зоне это у нас против хода движения и соответственно чтобы поставить на базу изофикс против хода нужно сначала привести в горизонтальное положение базу изофикс вытянуть до конца устанавливаем просто кладете не зайти она щелк щелк и встала вот без без всяких там проблем потом собственно задвигаем но по мере роста ребенка можно чуть-чуть отодвигать чтобы пространство для ножек было больше и собственно вот так вот эксплуатируем вот против хода движения где-то до месяцев до 9 можно чуть больше спокойно отъездить но минимум 9 месяцев нужно ездить откатали потом собственно переворачиваем кресло по ходу движения чтобы снять кресло здесь у нас есть две кнопочки lock нажимаем вот поднимаем вверх и переставляем по ходу движения чтобы по ходу движения поставить нужно соответственно с положение четверочки для новорожденного перевести в красную зону вот я сейчас например перевяжу в тропе и виду в троечку это максимально максимальный наклон в кресле можно собственно тоже задвинуть при необходимости вот по наклону смотрите вот получается наклон ну опять же как всегда говорю этого наклон достаточно чтобы ребенок спокойно уснул и голова у него вперед ну не свисала под своим же весом наклон в принципе нормально адекватный по поводу пространства но вы можете сами посмотреть здесь реально куча места ремни естественно регулируется вместе с подголовником когда ребенок до 100 метров ой до 100 сантиметров подрос мы просто отсюда демонтируем ремни и у нас ребенок уже пристегивается взрослым ремнем а маленькие же пятиточечными ремнями все как полагается специальные мягкие накладки с прорезиненной поверхности чтобы ребенок не скользил и не травмировали его ремни в плечевой зоне накладочки есть и в мягкой мягкие накладочки в паховой зоне естественно все это есть поэтому тут как бы вообще все все отлично вот кстати здесь по бокам есть вот такой вот момент магнитный мы туда прикрепляем просто прикладываем застежку и тем самым освобождаем пространство для посадки ребенка видите да раздвинули посадили спокойно взяли пристегнули это очень круто и удобно вот соответственно пятиточные ремни все откатали убрали дальше вход идут у нас уже взрослый ремень автомобильный обязательно проводим иметь в подголовнике направляющим никак иначе этим не стоит никогда пренебрегать потому что как раз таки этот направляющий а почему направляющий называется потому что он направляет ремень куда нужно тем самым убирая его от горла если вы просто как-нибудь там про понятие этот ремень он не будет зафиксирован и направлен и в дтп ремень окажется на горле у ребенка это это не стоит короче так делать ни в коем случае это очень очень опасно соответственно все по крепежу ребеночка мы с вами разобрались маленького пятиточечными большого уже взрослым трехточечным ремнем автомобильным кстати ремни которые используются здесь очень известной компании на мировом рынке одна из лучших компаний которая делает ремни для ребенка здесь кстати используется вибропоглощающие материалы полностью в каркасе которые делают посадку ребенка еще более комфортной они с эффектом материал полиуретан низкой компрессионной что ли я не помню точно как он называется но суть в том что он с эффектом памяти вот и очень эффективный кстати что касается безопасности и их систем здесь установлена дополнительная система т-сипом называется она у них это при боковом дтп эта система гасит энергию удара она первая принимать на все удар рушится дальше уже идет на каркас поэтому эта система очень очень полезна при боковых дтп здесь как бы все сделано что обычно делается в дорогущих креслах все системы применены кстати что касается материалов материала здесь вообще просто натуральнейшие дышащие редко кто использует такой дорогой материал в изготовлении кресла как я говорю подобные материалы используются на гораздо более дорогих креслах там у немцев например а у вас здесь вы это получаете за вот эту сумму кстати ссылочка на нее в описании на мир автокресел все посмотрите понравится обзор заказывайте все привезем вот собственно сейчас я еще покажу вам как это кресло использовать без базы но большого смысла это не имеет потому что можно купить модель без изофикса использовать ее без базы ну кому интересно вдруг когда-то вы там перекинете там дедушки машина у него нет кажется изофикса на такой случай можно использовать это кресло без базы ну или в конце концов на переднее сиденье давайте я сейчас сниму кресло сняли сейчас я уберу базу базу отстегиваем вот смотрите база здесь очень тоненькая и с лимовской бы назвал реально вот компактная аккуратненькая база с ней ничего не торчит она не будет особо портить автомобиль я имею ввиду кожу и все остальное так ну вот например смотрите здесь есть абсолютно все то же самое что и first 7 просто ремень прокидывается здесь сзади вот например ребенок подрос и мы решили там спереди его покатать все берем ремень прокидываем его вот здесь сзади вот собственно высунули застегнули вот и с моей стороны есть вот такой же вот видите натяжитель ремня я в него просовываю ремень и со всей как говорится силы что есть натягивая его и этот натяжитель сам придавит кресло она ну короче она его как будто сюда приклеили самым мощным клеем здесь даже руку мне под кресло между сиденьем ну никак не пропихнуть и к тому что система воде скрепления натяжение при установке ремнем одна из лучших очень мощное крепление это принципе хорошая альтернатива с теме изофикс но лучше все таки с изофиксом вот собственно по большому счету по креслу я все что хотел вам рассказать рассказал как по мне кресло огонь вы покупаете премиум по цене такого средний плюс класса кресел но получаете максимум что можно получить в креслах за адекватную стоимость материалы безопасность технологии внешний вид здесь очень неплохой бренд сейчас очень сильно становится популярным сильно его так народ распробовал по понял что к чему и я думаю что эти кресла через годик-два уже будут стоить но уже как минимум как немцы самые дорогие вот поэтому сейчас очень интересное предложение очень рекомендую если что-то подобное ищете смело ссылка в описании на мир автокресел если в обзоре понравилось смело покупайте ну естественно выбор как всегда за вами но рассмотреть его как минимум я обязательно рекомендую собственно все добавить не больше ничего обзор был интересный если ставьте лайк подписывайтесь на канал хочу пожелать хорошего грамотного выбора кресла для вашего ребенка и всего доброго до свидания